Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Проводникам, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса. Прививки делают в профильных поликлиниках. На территории ГЖД вакцинация идет в Нижнем Новгороде, Муроме, Владимире, Коврове, Кирове, Казани, Ижевске и Красноуфимске. На кировских предприятиях сейчас усилят пропаганду вакцинации, иначе власти ведут ограничения на работу, чего бизнес не желает. Во время обсуждения этой темы в правительстве кировский губернатор, кстати, рассказал, что сделал прививку в мае этого года. Программа Экономика. 100 миллионов рублей убытков получили кировские МУПы в 2020 году. Самые большие потери у муниципального перевозчика АТП – 78 миллионов рублей. Несмотря на то, что предприятие получало различные виды поддержки из бюджетов разных уровней в период пандемии, коронавирусные ограничения и требования сохранять рейсы при падающем пассажиропотоке привели к убыткам. МУП «Латунские бани» получил убыток в 5 миллионов рублей, гостиница «Вятка» в 3,5. Восемь предприятий, принадлежащих городу, получили в прошлом году прибыль. В общей сложности она составила чуть более 200 миллионов рублей. Часть этих средств поступит в городской бюджет в качестве дивидендов. Прокуроры помогли кировчанам получить 70 заработанных ими миллионов. С начала года надзорным ведомством выявлено почти 2000 фактов нарушения законов в сфере оплаты труда. По результатам рассмотрения документов из прокуратуры к дисциплинарной административной ответственности привлечено более 700 должностных лиц. В суды направлено более 100 исков о взыкскании с работодателя денежных средств и выдаче судебных приказов. По материалам прокурора возбуждено 4 уголовных дела. В общей сложности долгов перед гражданами после вмешательства ведомства погашено на 68,5 миллионов, сообщили в прокуратуре Кировской области. Завершение о валютах. Доллар сегодня 73,17 рубля. Официальный евро 87,07 рубля. Ольга Белезина, новости экономики в Кирове. Официальный евро 87,07 рубля. О